Здравствуйте! В эфире программа «Бумеранг». Мы говорим, как всегда, о здоровье. Женщина – это основа вообще любого государства, основа нации, потому что от женщины зависит, будут рождаться новые поколения в этом государстве или нет. Поэтому темой сегодняшней беседы мы выбрали – акушерство и гинекологию. И сегодня гости нашей студии – главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения и социального развития Республики Татьяна Дерипаска и главный детский гинеколог Министерства Маргарита Мардаян. Уважаемые эксперты, в 2012 году в Чувашии рождаемость превысила смертность. Это значительное такое социальное и политическое достижение в нашей Республике. Как вы считаете, это достижение медицинское? Это достижение возникло не за один год, а благодаря тому, что с 2006 года государство обратило внимание очень серьезное на демографическую политику, возникла программа «Родовый сертификат», и она сыграла огромную роль в работе медиков и в желании женщины рожать. И благодаря тому, что мы обеспечены практически всем, как я говорю, в акушерстве особенно нет только птичьего молока, вот, благодаря этому мы обеспечиваем безопасность родов, как для матери, для ребенка. Как-то Чувашия, благодаря тому, наверное, что у нас вот сейчас уже третий министр акушер-гинеколог, мы раньше стали над этим задумываться. И с 2000 года мы стали формировать работу службы акушерства и гинекологии по трехуровневой системе. А на уровне Российской Федерации эта система, она действует где-то в течение только 4-5 последних лет. Чуваша была передавая, да? Чуваша была передавая, и все это абсолютно знают. И практически все наши, так сказать, мысли, и вся эта работа в течение уже почти 15 лет, вот она привела, в общем-то, к неплохим результатам. Поэтому, конечно, в повышении рождаемости огромную роль играют социальные факторы. Путин и Медведев посетили наш Центр президентский, и, так сказать, несмотря на то, что строительство этого центра было поэтапным, как бы одно здание, второе, третье. Ну, мы сами ведь за счет, фактически, Чувашского бюджета построили, да? Да, за счет своего бюджета. За счет федерального. Вот, они пришли к выводу, что, в общем, вот эта структура и вот эта организация работы, она, в общем, достойна внедрения, так сказать, по всей России. Конечно, фактор заботы о маленьких девочках тоже сыграл огромную роль в повышении рождаемости. Потому что за тот период, когда стали действовать определенные социальные программы, федеральные программы, родилось достаточно большое количество детей, за здоровье которых отвечают детские гинекологи в том числе. Если вот говорить о тенденциях международных, российских и чувашских. Актуальным больше являются чаще вот вопросы наступления беременности, сохранения беременности, количество родов. А основой вот всего этого, конечно, это является женское здоровье. И в частности, и гинекологическая заболеваемость женщин. В связи с тем, что возникали трудности с работой, ну, с поисками работы, женщины стали уделять меньше внимания вообще своему здоровью. А на фоне запущенной экстрагенитальной патологии, да любое, заболевания почек, там, легких сердца, конечно, происходит срыв, общий срыв в состоянии здоровья. И возникают заболевания или обостряются заболевания женской половой сферы. Это касается женщин всех в России? Абсолютно всех российских женщин. К сожалению, это так. И поэтому я хочу сказать, что все годы акушеры-гинекологи Чуваши ежегодно, невзирая на различные приказы, на различные сроки, мы упорно, методично старались проводить качественно профилактические осмотры взрослого женского населения. И с потенциальными мамами. Да, с потенциальными мамами. И в содружестве, так сказать, с такими специалистами, как онкологи, удалось не только, так сказать, улучшить состояние здоровья женщин, но и предотвратить ряд онкологических заболеваний. В настоящее время, вот сейчас проходит диспансеризация всего населения. Чтобы неформально к этому относились не только пациенты, но и медики. Дело в том, что это вот содружество медика и пациента, это очень важно. Одно дело, так сказать, вы знаете, у вас вот выявили это, продолжайте дальше, так сказать, сами обследоваться, там и так далее, лечиться. На тебе твои три таблетки. Да, 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 возьми свои анализы, иди дальше. На что, в общем-то, пациенты и жалуются. Вот, речь идет о том, что врач, пациент должен всегда иметь, так сказать, своего врача. А вот сейчас основа – это врач общей практики, который, можно сказать, налаживает контакты своей пациентки со всеми другими врачами. Все-таки какие заболевания у нас также, как и в среднем, видимо, с России, лидируют у женщин? Лидируют у нас, как правило, на первом месте – это воспалительные процессы, потому что женщина всегда думает, так сказать, выпью пару таблеток, и это пройдет, а процесс-то идет. Запускается. Запускается, да. Следствием воспалительных процессов это является нарушением менструального цикла, дальше это бесплодие. Последние годы в связи с большими достижениями в диагностике огромное внимание уделяется эндометриозу. На приеме врач-акушер-гинеколог, беседуя с женщиной, особенно с молодой женщиной, вообще должен начинать с этих вопросов. Извините, как соблюдать гигиену, какое носить белье, ведь не напрасно сейчас стал вопрос об отмене кружевного синтетического белья, об этом, может быть, вот скажет моя коллега Маргарита Агвамовна. Но это настолько серьезно, то есть это никакая не ирония, никакое-то там ограничение молодежи, значит, любви его к этому красивому белью. Это просто элемент здоровья. Это элемент здоровья. Это уже очевидно. А вот как мы можем вообще говорить, какое количество женщин у нас здоровые? То есть здоровые мамы, здоровые женщины как потенциальные мамы. Значит, единственное, что достаточно достоверная цифра, это, мы можем говорить вернее об этой цифре, это количество нормальных родов. Где-то у нас в течение ряда лет эта цифра не превышает 30%. Вот 30% мы говорим, вот из 17,5 тысяч родов 30% это нормальные роды. Но состояние здоровья женщин, то есть мы обеспечили ей нормальные роды, безопасные роды, но в то же время эта женщина страдает каким-то заболеванием, да может быть еще и не одним. Какова ситуация с детским здоровьем? Ну, если говорить о ситуации в нашей республике, то хочется отметить, что она, в общем-то, сильно не отличается от тех тенденций, которые существуют в мире и вообще в Российской Федерации и в других регионах Российской Федерации. То есть лидируют, в принципе, примерно те же самые заболевания, которые лидируют и у взрослого населения. И, в общем-то, это неудивительно, потому что репродуктивное здоровье куется на базе соматического здоровья. Вот, соматическое здоровье оставляет желать лучшего как у наших мам, так и, соответственно, у тех детей, которых рожают эти не совсем здоровые наши мамы. Наши девочки болеют в первую очередь воспалительными заболеваниями и, наверное, где-то они наследуют их от своих матерей. Плюс на это наслаивается не совсем адекватная и правильная гигиена, и это бич. Общая проблема для населения. Общая проблема, опять же, как для всего населения, так и для репродуктивного здоровья, в частности. И есть еще одна проблема, и я называю это проблемой цивилизации, когда мы хотим лучшей карьеры, лучшей жизни для своих детей. Побольше денег. Загоняем детей в рамки напряженного режима дня, когда у них отсутствует нормальный отдых, плюс засилие современных средств массовой информации, технологии, интернета, когда мы детей не можем оттащить за уши от компьютеров. То есть вот это все наслаивается на формирование, формирует неправильный режим дня. И я всегда говорю родителям, я говорю вам банальные вещи. Нормальный сон, нормальные прогулки на свежем воздухе, нормальное питание. И в детской гинекологии до 18 лет. Это все работает как никогда лучше. Ряд болезней молодеет, можно так сказать. Значит, мы можем сказать о раке шейки матки. И на сегодняшний день его связывают чисто с инфекционным компонентом. То есть, а это раннее начало половой жизни. Вот хочешь, не хочешь, да? Вот этот миф у девочек о том, что нужно побыстрее перестать быть девственной, потому что это не модно и можно даже чревато для здоровья. На самом деле это огромный и вредный миф, да? Я думаю, что это даже может быть, мы уже и отходим от этого мифа на сегодняшний день в какой-то степени. То есть, здесь происходит разделение даже среди молодежи, если посмотреть. По социальным слоям? По социальным слоям. Каковы факторы риска? Вот мы их еще как-то можем выделить? В общем-то, это все можно уложить вот в одну фразу. Здоровый образ жизни. Что касается каких-то чудодейственных... То есть, нет надежды на то, что если я заболею, то какие-то чудодейственные лекарства мне помогут. Если я буду злоупотреблять алкоголем, наркотиками, курением, то мне потом помогут. Помочь очень трудно в этой ситуации. Особенно, когда все эти привычки и вот этот ненормальный образ жизни появляется с молоду. В дальнейшем уже происходят непоправимые процессы. Ну, уважаемые эксперты, вот для вас обеих, как специалистов, стоит проблема абортов и для взрослых женщин, и для детей, конечно, да. Вот давайте проведем анализ в этой области. Это задача политическая, социальная, но в большей степени это медицинская проблема, потому что женщине угрожает потом бесплодие, с которым опять-таки за деньги государство пытается, ну, грубо говоря, бороться. Как раз я не могу сказать, что это в большей степени медицинская проблема. Медицинская проблема. Мы должны женщине помочь решить этот вопрос. Пойдет она, так сказать, решится она сделать аборт или она оставит эту беременность. Вот. Но мы не можем решить вопрос ее жилья, работы. То, что ее толкает. Да, то, что ее толкает. То есть на аборт сейчас все чаще мы встречаемся с тем, что толкают какие-то социальные проблемы. Ну, вот у нас 360 тысяч, да, репродуктивных женщин. Какая статистика вы можете привести? Ну, вот из числа этих женщин, где-то около 9,5 тысяч женщин, к сожалению, заканчивается у них беременность абортом. Медицинским, самопроизвольным. Вот. То есть эти женщины решают свою проблему именно таким образом. А на сколько родивших? А это на 17,5 тысяч беременностей, которые закончились именно родами. То есть в 17,5 тысяч. В 13-м году? В 13-м году, да. Количество абортов уменьшается. Вот коллега моя скажет, что меняется сама технология медицинского аборта. То есть мы также обеспечиваем безопасность проведения этой... Максимально, что мы можем, как медики, безопасность проведения этой манипуляции. Но каждый раз мы говорим, что даже самый безопасный аборт может привести к необратимым последствиям. Где-то 15% из числа обратившихся женщин за направлением на аборт отказываются от этой процедуры и соглашаются вынашивать беременность. У нас действительно есть сейчас все условия для того, чтобы мотивировать женщину к деторождению. И особенно это видно при профилактике абортов в подростковой среде. У нас есть определенные успехи в этом направлении. Если говорить о цифрах по подростковым абортам, то скажу, что количество вообще беременностей у детей по сравнению с 2008 годом, например, пятилетняя динамика у нас уменьшилась ровно в два раза. Ровно в два раза. И я считаю, что это такой... Это ваша медико-социальная работа. Серьезный успех медико-социальной работы и профилактической работы среди подростков, в том числе по внедрению контрацепции. Как бы спорно этот вопрос не выглядел в разные годы... Вечно, вечно, вечно. Вечно спорный вопрос. Та жизнь, которую для себя устраивают наши детки, она была максимально безопасной. Если они вступают в отношения рана, мы видим это, констатируем, значит, мы должны сделать все, чтобы эти отношения были безопасны. Чтобы они не болели инфекциями, чтобы они не беременели тогда, когда не нужно, соответственно, не прерывали эти беременности. Давайте тогда расскажем, как устроена акушерско-гинекологическая, в том числе детская служба в Чувашской республике. Служба работает также по трехуровневой системе. Сейчас у нас стационарные отделения на первом уровне, то есть в большинстве центральных районных больниц, остались в виде коек. Это акушерские койки, гинекологические койки. Ну, как в народе говорят, там не рожают. Вот. Это первый уровень. То есть каждой женщине доступна акушерская, гинекологическая помощь, не только амбулаторная, поликлиническая, но и стационарная на первом уровне. Почти по месту жительства. Да, по месту жительства. В этом нет никакого сомнения. Так сказать, мы это гарантируем. Что касается более сложных случаев и родов, то у нас сейчас существует всего семь акушерских стационаров. Из них пять – межрайонных, где происходят роды. И мы убеждены, так сказать, в этом практически… Этот процесс начался с 2001 года, когда катастрофически уменьшалось количество родов, и надо было что-то делать, чтобы женщина не боялась рожать, и чтобы не боялись врачи о том, что они окажутся без современного оборудования, без препаратов. Поэтому в межрайонных центрах сосредоточено все. В Чувашии это очень удачный вариант, потому что республика компактная. Где-то в течение полутора часов, если это нужно, выезжают бригады в самую отдаленную точку республики. Если пациенты невозможно доставить в перинатальный центр, то… Причем выезжают бригады со специалистами самого различного профиля. Как пациентки с тяжелой гинекологической патологией, так и к женщине беременной или роженицы. На сегодняшний день существует 11 кабинетов по оказанию специализированной гинекологической помощи. По сути, это двухуровневая система оказания помощи. То есть основное количество кабинетов, конечно, сосредоточено в крупных городах, то есть Чебоксары, Новочебоксарск, но и межрайонные центры – Канаш, Патри, Вашумер, Леолатри, Новочебоксарск. Повторюсь. Конечно, мы большую надежду возлагаем на помощь педиатров в проведении определенных осмотров девочкам. Огромное содействие нам оказывают акушеры-гинекологи в районных больницах, потому что мы их обучили на тематическом усовершенствовании по оказанию помощи девочкам. То есть абсолютно юридически все правильно. Каждый акушер-гинеколог в каждом районе имеет право оказать помощь девочке в том числе. И только в том случае. Если его где-то, может быть, знания не хватает, где-то, может быть, оборудования не хватает, в этом случае, конечно же, девочка будет направлена на следующий уровень. И на сегодняшний день эти кабинеты находятся как в детских поликлиниках, так и в женских консультациях, ну и в молодежных, подростковых центрах. Амбулаторная помощь у нас в республике вообще как бы не оставляет особых нареканий. У вас сразу вырастает вопрос с кадрами. Кадровый дефицит, я так понимаю, что он существует на сегодняшний день вообще в медицинской отрасли. Ну а в детской гинекологии он существует еще и в связи с тем, что на сегодняшний день гинекологом детского возраста должен работать акушер-гинеколог. Что касается взрослой сферы, у нас та же самая проблема. К сожалению, последние 2-3 года у нас вывелся дефицит врачей акушеров-гинекологов в стационарных отделениях, что раньше было трудно себе представить. Причин, я бы сказала, наверное, две таких ведущих. К сожалению, на первом месте это заработная плата. Второй момент – это огромная ответственность врача-акушер-гинеколога. Какие новые методы пришли в диагностику и в лечение заболеваний? Это, конечно, традиционный вопрос студии. Что касается лечения наших пациенток, можно сказать только одно, что все, что используется в Чувашии на самом современном уровне, мы имеем возможность использовать в акушер-гинекологии. А пришли по-настоящему высокие технологии? По-настоящему высокие технологии. Это и в плане обследования. Изменился уровень лабораторной диагностики. Наша медико-генетическая консультация – одна из лучших в Павловском регионе, а может быть, даже и в России. Это и для воспалительных заболеваний просто женщин, да? Это для врачей всех профилей наследственных заболеваний, и в том числе это подготовка к будущей беременности. То есть практически пациентки наши имеют возможность не выезжать. Конечно, это столь любимый всеми, наверное, жителями России. Это ультразвуковая диагностика. Более 20 врачей-узеологов имеют международный сертификат. Без этого просто невозможно была бы работа на определенном уровне. Это применение таких методов обследования, как КТ, о которых раньше, так сказать, и не слышали, МРТ и так далее. То есть абсолютно все то, чем владеют наши коллеги, мы используем. Мне нечего добавить, потому что мы являемся составной частью всего общего акушерства и гинекологии. И все технологии и методы, которые реализуются в акушерстве и гинекологии вообще, соответственно, реализуются и в детской гинекологии. А высокотехнологическая медицинская помощь, о чем мы здесь можем говорить? Мы с гордостью можем сказать, что нашу службу, в частности гинекологическую службу, можно сказать, курирует и хорошо не знает главный акушер-гинеколог России Лейла Владимировна Адамян. Это что-то значит. И благодаря ее курации и помощи не только теоретической, но и практической, потому что приезжали к нам специалисты и помогали осваивать ряд операций, мы с уверенностью сейчас говорим, что уровень оказания гинекологической помощи, в частности оперативной, на уровне лучших клиник Российской Федерации. Ну, с гордостью можем сказать, что в республике сейчас 70% гинекологических операций проводятся, полостных операций проводятся малоинвазивным путем. Что касается президентского перинатального... Это для телезрителя, радиослушателя, мы подчеркнем что-то там, где не разрезают. Без разреза. Вот так говорят населения, что без разреза. Но это не только речь в разрезе о том, что эти пациентки, это и ранняя выписка, это лучшее течение послеоперационных периодов. И экономика важна пациента, и лечебное учреждение, да? И последствия для здоровья. Ну и поскольку много бездетных, чрезвычайно важно государство... Раньше это было из частного кошелька. Государство деляет деньги для того, чтобы совершить попытку обрести ребенка через новые высокие технологии. Да, уже лет 5-6 назад наше отделение репродукции в президентском центре было одним из немногих, которым были даны федеральные квоты. Чему завидовали, так сказать, и продолжают завидовать все близлежащие регионы. А вообще-то мы этот процесс начали уже сколько лет назад? Беременку уже 17 лет. Отделение, так сказать, на хорошем счету Российской Федерации. Нужно только просить населения, чтобы пораньше на себя обращать внимание. И если через полгода нормальной такой супружеской жизни не наступает беременность, немедленно обращаться в наше отделение репродукции. Можем все-таки сказать, какие основные достижения выказания помощи вашим пациентам можно вообще в целом назвать в нашей республике? Чувашия вправе гордиться своими показателями. В частности, мы говорим о предыдущих годах, 2012-2013 год. Значит, не были допущены случаи материнской смертности, хотя мы каждый раз, говоря об этом, очень переживаем. Это работа, я уже говорила, не только акушерогинекологов, но абсолютно всех медиков Чувашии. И такие показатели, конечно, как младенческая смертность. Младенческая смертность – показатель один из лучших в России. Можно в числе первой тройки. К счастью, в детской гинекологии не так много заболеваний, которые требуют высокотехнологичной помощи. Чаще всего это те болезни, с которыми ребенок рождается. Это врожденные пороки развития. Значит, и здесь нам огромная подспорья, связь, в общем-то, с головным учреждением Российской Федерации. То есть с грубыми пороками вопрос, по которым решается коалиция специалистов. То есть тут могут быть и детские урологи, и детские гинекологи. Он все-таки решается у нас на уровне Москвы и федеральных центров. Все, что касается оперативной помощи девочкам на территории Чувашской Республики, реализуется достаточно успешно. И вот здесь как раз опять о лопароскопических операциях, то есть об операциях без разреза. У нас точно так же, как и у взрослых, порядка 70% операции девочкам делается лопароскопическим доступом. К достижениям службы детской и подростковой гинекологии можно отнести снижение количества беременности у девочек и подростков. Еще к достижениям службы детской гинекологии и, наверное, можно так сказать, службы планирования семьи, она все-таки существует в нашей Республике уже очень много лет, можно отнести увеличение количества медикаментозных абортов в структуре прерывания беременности вообще. Уровень их на территории Российской Федерации порядка 5 на сегодняшний день процентов, а у нас в Чувашской Республике 17,6. То есть у нас почти что пятая часть всех прерываний беременности делается по безопасной нехирургической технологии. Ну и завершая нашу программу, уважаемые эксперты, мы все-таки давайте вернемся к вопросу профилактики. Что бы вы хотели сказать своим пациентам? Хотелось бы обратить внимание родителей на те отправные возраста, в которые обязателен осмотр специалистом-гинекологом детского возраста. Девочка осматривается гинекологом детского возраста после рождения, перед поступлением в детский сад в возрасте 3 лет и перед поступлением в школу в возрасте 7 лет. Все остальные возраста должны быть под пристальным вниманием педиатров, на которых мы возлагаем огромные надежды. Ну и, соответственно, в первую очередь, наверное, родители должны быть заинтересованы в том, чтобы ребенок не остался без осмотра соответствующего специалиста. Потому что они же все будущие бабушки и дедушки, эти родители. Когда жалобы случаются, к сожалению, проблему решать гораздо сложнее, чем когда этих жалоб и болезней еще нет. Что касается пожеланий нашему женскому населению, невзирая на занятость, значит, какие-то там бытовые неурядицы, уделяйте внимание своему женскому здоровью. Вот. И для этого нужно всего лишь один раз вот посещать врача-акушера-гинеколога. Если даже ты считаешь себя здоровым. Это святое. Святое, да. А если выявлено гинекологическое заболевание, требуется более частое посещение, то есть это в зависимости от диспансерного наблюдения, пожалуйста, соблюдайте эти сроки. Не пренебрегать. Не пренебрегать ни в коем случае. Вот. Потому что потом, как это говорится иногда, возврата нет. Вот. И в связи с этим, особенно молодые пациентки, которые делятся, так сказать, своими способами лечения, препараты продаются свободно, ну и в итоге оказываются на операционном столе. И дальше у молодежи это проблема бесплодия, у старшего поколения это потеря органов, это тоже очень большая проблема и физическая, и психологическая. И социальная, в смысле женского счастья. Дальше социальная, да. И дальше все это выливается в социальные проблемы. Это разводы, так сказать, неурядицы другого ряда, так сказать, в семье. Ну и так далее. То есть, пожалуйста, обращайте на себя внимание. Как сейчас модно говорят, любите себя. И любите своего врача, акушера-гинеколога. Вот этими же словами я хотела завершить нашу программу. Уважаемые женщины, и большие, и маленькие, и маленькие, полюбите себя. Потому что женщина – это счастье. Женщина – это красота, а красота спасет мир, сказал литературный классик у нас, да. Поэтому полюбите себя, дорогие. Сделайте счастливыми не только себя, но и всех, с кем вы живете. Спасибо нашим экспертам и доброго здоровья и женщинам, и, конечно же, мужчинам. Мы вас тоже любим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова